Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Душевной Истории Жизни. Желаем вам приятного прослушивания. Катерина, едва сдерживая слезы, сидела на стуле в больничной палате и смотрела на свою сестру Веру. Вера не была ее родной по крови. Кажется, она приходилась ей троюродной сестрой. Катя плохо разбиралась в хитросплетениях родства. Они, собственно говоря, практически никогда и не общались. Катерина всю жизнь прожила в городе, в областном центре. Здесь же получила хорошее образование и вышла замуж. А Вера была деревенской. Ее дом находился почти в трех сотнях километров в богом и людьми забытой деревушке. Мужа у Веры не было. Еще позапрошлым летом, отдыхая на берегу озера в пьяной компании, он полез купаться и утонул, навсегда оставив жену и двух маленьких дочек-двойняшек Арину и Марину. Вера замуж больше и выходить не стала. Да и не за кого было идти в том захолустье, где она жила. Катерина со своим мужем Сергеем приезжала на похороны и видела, в каких условиях живет Вера. Жалея ее и девчонок, Катя время от времени посылала им посылки с гостинцами. Сергей не возражал, хотя особенно и не поддерживал в этом жену. Вот ты думаешь, что хорошая будешь для них? Как бы не так, говорил он. Нет, Сережа, я просто хочу немного помочь. Вера добрая. Если бы она оказалась на моем месте, то я уверена, поступила бы точно так же. «Святая ты моя простота», – усмехался муж, обнимая Катю. «Просто мать Тереза. Только послушай меня. Я не знаю, почему так на самом деле происходит. Но, как правило, самыми неблагодарными оказываются именно близкие люди. Родня, ты можешь им дорожки пуховыми платками выстелить. Они даже будут тебе благодарны за это. Но если случится с тобой беда, отвернутся и не подумают протянуть руку помощи. Ну что же, Сереженька, у каждого совесть своя. Мне моя не позволит так поступить. И не так уж много я им отправляю. Конфеты, игрушки, вещи какие-нибудь для девчонок и для Веры. Кстати, они в самом деле мне благодарны». «Ну-ну, посмотрим, чем все это закончится», – скептически заявил Сергей. «И закончилось это, и в самом деле все очень плохо. Однажды Катя позвонила Вера и попросила ее к ней прийти навстречу. «Как? Ты приехала в город? Почему же мне ничего не сказала? Да и к нам не зашла». Удивленно и даже немного обиженно проговорила сестра. «Катюш, милая», – расплакалась в ответ Вера. «Я в больнице. Я умираю. Пожалуйста, приходи. Мне очень нужно поговорить с тобой». Остальные слова Веры заглушили рыдание, и Катя, понимая, что происходит что-то серьезное, тоже не сдержала своих слез. Они так и плакали, обе сжимая в руках трубки телефонов. Когда же первый порыв стал проходить, Катя проговорила, с трудом произнося слова. «Я еду, Верочка, еду. Сейчас скажу Сереже, и он меня отвезет. Совсем скоро я буду у тебя. Ты только держись и не отчаивайся, я очень тебя прошу». И вот теперь она сидела рядом с похудевшей сестрой, которую она даже не сразу узнала, и слушала ее печальный рассказ. Оказалось, что Веру долго лечили, неправильно поставив диагноз. Ей же становилось все хуже и хуже. Только когда инфекция распространилась по всему организму, врачи местной больницы спохватились и направили ее в краевой центр. Но было уже поздно. Несчастные женщины оставались последние дни, а может быть даже и часы. Вера все это понимала и безропотно принимала свою судьбу. Только одно не давало ей покоя. Дочери, которым теперь предстояло воспитываться в детском доме. «Они у меня такие смирные, хорошие», – сквозь слезы говорила Вера. «В сентябре только идти в школу, а они уже умеют и читать, и писать. Работящие обе помощницы. А как представлю, что их ждет, сердце на части разрывается. Они ведь даже постоять за себя не смогут». Вдруг Вера сжала в слабеющих ладонях руку Кати. «Катюша, миленькая, родная, ты всегда к нам была так добра. Не оставь моих девочек, забери к себе. У тебя Сережа хороший и сынок вашим ровесник. Квартира большая. Мне некому их больше оставить, Катенька. Сейчас за ними присматривает Галина, моя невестка. Но она такая вздорная, жадная, ругается всегда. Да и брат далеко от нее не отошел. Не житье девочкам будет у них. А мучения, да и не согласятся, а не их взять. «Ну и что ты раньше времени себя хоронишь, Верочка?» Заговорила Катя. «У нас здесь работают очень хорошие врачи. Тебя обязательно поставят на ноги, вот видишь». В ответ Вера только плакала и снова просила Катю взять Арину и Марину к себе. Не выдержав слез сестры, Катя согласилась. Тем же вечером Вера не стала. Сергей был недоволен тем, что Катя взяла на себя организацию похорон, и совсем растерялся, когда она, стоя в саду деревенского дома Веры, сказала ему, что обещала сестре воспитывать ее дочерей. «Да ты с ума сошла!» Впервые за годы брака повысил он на нее голос. «Куда ты их приведешь? У нас у самих сын, а квартира двухкомнатная. Как мы там все разместимся? А как мы прокормим всех, ты подумала? Ведь нас станет почти вдвое больше. Тем более дети растут, им нужна одежда и все такое. Нет, Катя, ты явно не в своем уме». «Сережа, девочки будут получать пенсию по потере кормильца, или как там это называется, а мы будем их опекунами. Но пойми ты меня, я не могу их оставить на произвол судьбы. Ты видел, какие они несчастные? Как два маленьких воробушка. А мир такой огромный. Вот только не надо мне на жалость давить. В конце концов, у них есть родной дядя. И, насколько я понимаю, свой дом». «Сереж, я уже успела познакомиться с братом Веры. Ты, кстати, тоже. Он на похороны сестры не дал ни копейки. Неужели ты думаешь, что он захочет взять к себе ее детей? Да и что же их здесь ждет? Они же будут у него вместо прислуги. Две маленькие золушки. «А у нас, значит, они будут королевами», усмехнулся мужчина. Он хотел сказать еще что-то, но в это время к ним подошли обе девочки, Марина и Арина. Сначала они обняли Катю, заглядывая ей в лицо, а потом Марина повернулась к Сергею и робко протянула ему какой-то конверт. «Это что, мне?» спросил он. «Да, вам», кивнула девочка. «Тетя Катя сказала нам, что мы будем жить теперь у вас. Только она боится, что вы будете сердиться на нее за это». Сергей взглянул на жену, сунул письмо в карман и ушел, не сказав ни слова. На самом деле ему было жаль этих девочек, но он понимал, какую ношу собирается взвалить на них Катя и не мог просто так с ней согласиться. Впрочем, изменить то, что случилось, уже было невозможно. И спустя несколько дней Марина и Арина поселились в их квартире, разделив комнату с Артемом, своим названным братом, сыном Кати и Сергея. Несмотря на то, что Сергей оказался прав и расширение семьи добавило всем немало хлопот, Катя не собиралась сдаваться. Девочки очень тяжело переносили смерть матери. Они скучали, плакали, никак не могли привыкнуть к новым условиям жизни. Сердце Кати разрывалось от жалости к ним, и она старалась хоть чем-нибудь облегчить участь несчастных сирот. Артем тоже хорошо относился к сводным сестрам. Правда, сначала он думал, что они приехали к ним всего лишь в гости. Но когда мама поговорила с ним, согласился, чтобы Арина и Марина остались жить вместе с ними. И только Сергей никак не мог привыкнуть к тому, что у него теперь появились еще и две дочери. Отчего стоило собрать сразу трех детей в школу? За те дни Сергей даже похудел, потому что пенсии девочек ни на что не хватало. И ему приходилось отказывать себе во многом, чтобы обеспечить свою так быстро выросшую семью. В один из последних августовских дней Сергей отдыхал, лежа на диване перед телевизором. В это время из своей комнаты вышел Артем в новеньком школьном костюме. Он решил показать отцу, как ему идет форма. Сергей искренне похвалил сына и с улыбкой посмотрел на жену. Но тут же перестал улыбаться, потому что из комнаты вышли обе сестры. Арина и Марина надели школьные платьица и, как умели, собрали волосы в большие банты. Сергей едва взглянул на них, встал с дивана и вышел на балкон. Его раздражало то, что они постоянно напоминали ему о своем присутствии, просто лезли в глаза, не давая спокойно жить. Чтобы не взорваться от гнева и не наговорить лишнего, Сергей просто ушел из комнаты. С тех пор так и повелось. Как бы девочки не стремились стать ближе к Сергею, у них ничего не получалось. Конечно, он их не обижал, не кричал и не ругал за какие-нибудь проступки. Но было очень заметно, что он с большим трудом мирится с их присутствием в доме. Ему теперь всего не хватало, в том числе и внимания жены, которая разрывалась между тремя детьми и им самим. Сергей понимал, что девочки ни в чем не виноваты, но и с собой ничего не мог поделать. Не любил он этих приемышей и все. И привыкнуть к ним тоже не мог, да и не хотел. Так прошло три года. Приближался юбилей Сергея, и Катя решила устроить для мужа настоящий праздник. Дети во всем ей помогали, и прежде всего навели порядок во всей квартире. Вернувшись с работы, Сергей увидел у дверей целые пакеты с мусором и ненужными вещами. Выглянувшая из кухни Катя попросила его вынести их к мусорным бакам, а сама занялась ужином. Сергей отправился выполнять поручения жены. Он уже поставил пакет рядом с контейнером, как вдруг заметил в одном из пакетов свою старую замшевую куртку, и достал любимую вещь, не понимая, почему жена решила от нее избавиться. Конечно, она уже порядком была потрепана, и разорванный рукав не придавал ей элегантности, и все-таки Сергею было жаль с ней расставаться. Вдруг в одном из карманов что-то хрустнуло. Сергей засунул туда руку и с удивлением достал помятое письмо в запечатанном конверте. Он понять не мог, как оно оказалось в кармане, и только распечатав, догадался, что оно пролежало тут несколько лет. Катя тем временем накрыла на стол и собрала за ужином детей, поджидая мужа. Каждый из них приготовил для него подарки и с нетерпением ждал именинника, но тот все не появлялся. Катя и дети обсудили завтрашний поход в ресторан, повторили стихи и песни, которые собирались прочитать и спеть перед гостями, а Сергея все не было. Волнуясь, Катя оставила детей дома, а сама спустилась во двор. Сергей сидел на бетонном ограждении неподалеку от мусорных баков и сжимал в руках какой-то листок. Ничего не понимая, женщина подошла к нему и поинтересовалась, в чем дело. Только сейчас она с удивлением заметила, что Сергей плачет, а он молча протянул ей исписанный детскими каракулями листок. Катя взяла его в руки, и слезы тут же навернулись на глаза. «Дорогой папа Сережа», было написано на листочке, «Спасибо тебе и маме Кате, что вы взяли нас к себе. Мы будем хорошими и послушными девочками, вашими дочками. Вы никогда не пожалеете, что стали для нас родителями, и мы будем с гордостью носить вашу фамилию и всем расскажем, какие вы хорошие и добрые. Спасибо вам за все. Ваши Арина и Марина. Мы вас очень любим». «Посмотри», – сказал Сергей жене, тяжело вздыхая. «Строчки размыты каплями. Девочки плакали, когда писали нам это письмо. Они писали его мне. Помнишь, сразу после похорон Веры они подошли к нам и протянули мне этот конверт. Они хотели, чтобы я прочитал его сразу, а я сунул в карман куртки и забыл о нем. Господи, Катя, ну что же я за такой человек? Черствый сухарь, глупый и злой». «Ты добрый и хороший, Сережа. И девочки это прекрасно знают. А теперь это знаешь и ты тоже. Пойдем, они нас ждут. Остывает ужин. А если ты в чем-то был неправ, то это никогда не поздно исправить». «Да, Катюша, я обязательно все исправлю. Я стану для них настоящим отцом, и они никогда не пожалеют, что согласились стать моими дочками. У нас ведь самая настоящая и очень дружная семья, правда?» «Ну, конечно, правда». Сергей обнял жену, и они вместе пошли домой. А там он раскрыл объятия сразу для всех своих детей. В тот вечер за столом было как-то по-особенному тепло и уютно. Смех и шутки не умолкали, и все были счастливы. Только когда дети уснули, Сергей, впервые поцеловавший их перед сном, достал из кармана письмо, бережно его разгладил и убрал в свой альбом с фотографиями, в котором хранил самые дорогие сердце воспоминания. Катя с улыбкой наблюдала за мужем. Она была уверена, сегодня вечером счастье, пришедшее к ним в дом, никогда больше его не покинет. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!